Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 849. События дня. 1 Коринфянам 15.17. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших за 11 апреля 2018 года. Игорь З. Христос в воскресе! Игнать Тихонович. Извините, что отвлекаю вас от более важных дел. Меня зовут Игорь З. Я из Украины, город Винница. Мне 34 года. Мы постоянно с женой смотрим ваши видеоролики, и нас очень волнует и интересует вопрос о крещении. Я знаю, что меня крестили в детстве неполным погружением, и меня это очень мучит, потому что я хочу быть с Богом. Я подошел к своему духовнику, рассказал о вас, и показал ролик о крещении. Он сказал, что все правильно, но другой раз помазывают только на царя, и мне нужно исполнить только формулу полного погружения. Ну, правильно, у нас никогда, которые были моченые даже, никогда помазание не повторяется, нет. Видимо, я ему не сказал, или как. На сегодняшний день я уже месяц нахожусь в Израиле, молюсь и работаю. Двое детей. В Иерусалиме есть храм Марии Магдалины, в котором я прожил от четверга до воскресения Христова. И там также обратился к священнику по вопросу перекрещивания, и также рассказал о вас. Он сказал, что о вас не слышал, и тоже сказал о формуле. А я ему говорю, если бы я вам сказал, что вообще не крещен, на что он ответил, что на мне был бы большой грех. Вот я хочу вас спросить, может мне говорить, что я не крещеный, или, может, вы знаете, к какому священнику я могу подойти в Израиле, или по приезду в Украину, или формулу погружения будет достаточно. Заранее очень вам благодарен за ваш нелегкий труд. Игнатий Лапкин. Согласно написанному вами, никакая формула, предлагаемая кем-то, ничего не изменит. Вы, как были не погружены, то есть не крещеной смерть Иисуса Христа, такими и останетесь. Римлянам 6.3. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Итак, мы погреблись с ним в крещение, в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Апостольское правило 50. Если кто епископ или пресвитер совершит не три погружения единого тайнодействия, но одно погружение, давая мы смерть Господню, да будет извержен. Ибо не говорил Господь, смерть мою крестите, но, идя, научите все народы крестяек во имя Отца и Сына и Святого Духа. Матфея 28.19. И шестой Вселенский Собор, 84 правило. Последуя каноническим постановлениям отцов, определяем и о младенцах. Каждый раз, когда не обретаются достойные свидетели, несомненно утверждающие, яко крещены суть, и когда сами они по малолетству не могут дать потребный ответ о преподанном им таинстве, должно без всякого недоумения крестить их. Да таковое недоразумение не лишит их очищения толикую святынью. Кавычки закрыты. Могу дать адрес Евгении Трабко. Он живет близ Иерусалима и принял полное погружение там, в храме Марии Магдалины. Свяжитесь с Евгением и далее дело покажет. Или когда вернетесь на Украину, то дам адрес тамошнего юриста Игнатова Сергея Егоровича из Улидара. Он в прошлом году приезжал к нам. Или можете приехать сами или с детьми и женой. Тогда скажите об этом и дам вам данные наши и маршрутку. Вот как, скажите или скажите, как правильно считать? Я себя сегодня не повторял, потому что, ну, не останавливал, неправильно считать. Все неправильно. В СССР буквы Е нет. Я много раз говорил. Ты считаешь и то ли забываешь. И ударение такие вот тогда, тогда. Да нет такого тогда-то. Там ударение стоит над каждым словом. Я старался. Ну, старался это одно, а что не получалось, это другое. Надо каждый день было считать. А в году один раз, если брать, а раньше не считал, то и нету. Я еще раз говорю. Надо больше считать. Больше считать. Это навык. И смотреть, и под контролем. И слушать внимательно. Дальше. Дальше. Тогда скажите об этом. Может, когда скажите об этом? Еще не пойму, еще заглохло. Рахиза Гедулина. Христос воскрес. Надо кто-то почитал. Скажите об этом. Не скажите. Мне говорят, скажите. А скажите, буква Е должна стоять. А ты говоришь, скажите. Это не грамотность. Скажите. Нет. Здесь скажите. Ударение на И. Вот тогда скажите об этом. Я дам вам данные. Нашу маршрутку. Так. Отец Игнатий. Создайте, пожалуйста, ролик по разбору вот этого. Антон Чемчалов. Свидетели Иегов. И Петр Михалев. Православный священник МП. Беседа о 144 тысячах помазанных. Христос воскрес. Отец Игнатий. Создайте, пожалуйста, ролик по разбору от этого. Откровение 7.4. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи. И всех колен сынов Израилевых. Откровение 14.1. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе сегодня. И с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах. Игнатий Лапкин. Толкование мне хорошо известно, но это все никак не относится к исполнению пророчества непосредственно на мне, чтобы достигнуть его и узнать место расположения и прочее. 1 Коринфянам 2.9. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Полное и самое подробное истолкование всего есть в нашем трехтомнике в толковании апокалипсиса. 1. Не видел того глаз. Я не видел сам. 2. Не слышало уха. Ни слова мне оттуда не было сказано на эту тему. 3. И не приходило то на сердце человеку. А если я открыто, и это от Бога, то оно и буковка не будет разниться. 4. Разница, разница. 5. Разница. То уже открыто было святым мужам веры. Повторять, копировать их изречение, но и они по всем трем пунктам только предполагали и не более того. Ивов 39.34. Вот я ничтожен. Что буду я отвечать тебе? Руку мою полагай на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. Даже дважды, но более не буду. Меня истолкование будущего, что и как будет, совершенно не интересует. Потому что сказанное может разниться с действием, с действительным, полностью на 100%. Ты понял, что я ответил ей? 144.000. Кто это видел, кто знает. Я говорю, не слышал, не видел и на сердце не приходило. Это мне не касается. И зачем мне? Ну не 144, а 150. Еще изменится от этого. Написать все можно. А на цифры-то окажется не та. Не та почему? Потому что здесь все в духе, духовное. Никс Калеренко, Гусейнов Рустам. На своем месте я бы забил вас за такие слова. Не будь я христианином, псина. Вот оно, как. Я испытывал вас, а оно вон как. Вы Христа тоже ногами забьете, когда Он крестить вас огнем будет. Сердце сокрушено, да не уничтожит Господь. Покайтесь, чтобы вас Господь не сокрушил. Это Рустам и говорит. Гусейнов Рустам, Никс Калеренко. Ладно, прошу у вас прощения. Меня вчера многие испытывали, а вы в самом конце и на самом святом. Поэтому не сдержался. Кровь горячая. Спаси Христос. Роман Фроликов. В кавычках. У меня кровь горячая. Я горячий человек. Говорят гневливые нервные люди. Святые отцы церкви говорят, что лишний гнев и нервность это от повышенного тщеславия. И психологи мирские говорят, что нервность и гнев это от завышенной самооценки. Никто не имеет права думать обо мне плохо, ведь я такой хороший человек. Как это меня посмели обличить? Подозревать в чем-то? И два ролика на эту тему. Сергей Игнатов. Христос Воскресе. У меня эмоциональная составляющая хорошо подавляется на третий день поста, когда в рот не беру крошки хлеба и воду не пью, разве что, чтобы рот прополоскать. Но это только накануне Пасхи. Православный христианин не стыдится исповедовать свои уязвимые места и просит молитв братьев об уврачевании своего духовного недуга. Роман Гусейнов желает избавиться от одного недостатка. Ему надо благодарить Господа за каждого человека, на которого у него открывается негодование, чтобы полюбить своего непрошенного, в кавычках, экзаменатора, на предмет любви к своему врагу и молитвы о его вразумлении, как и самого себя. У меня и любого из нас есть как мелкие, так и крупные грешки, в которых исповедуемся. Но если и послетворим то же, то значит, мы слабовольны и у нас отсутствует решительность и твердость избавиться от поработившего тебя греха. Галина Влейская. Выезжаем в субботу в 7.00. Снова Кузнецка. Раньше по времени не получится, так как трое моих пассажиров из дальних районов города. Приготовили вопросы. Это сестра-христианка Светлана Микрюкова, врач, она хорошая, и супружеская пара Владимир и Ольга. Поясок, платки, булавки, длинные юбочки готовят. Светлана желает купить красный трехтомник, Евангелие. Благословите побыть вечером, в субботу и утром воскресенья на службах и на занятии, если это будет в вашей общине. Что надо помочь, то и готовьте. Сработаем. Ночку одну переночевать нам придется. На крышу под нашими головами ждем... Надо нашими. Над нашими головами ждем вашего благословения. Спаси Христос. Работаем. Игнатий Лапкин. Общий порядок. Всегда это помнить. С собой всем брать по паре простыней и наволочку. Всегда. Женщину тут могут ночевать у Надежды Васильевны. А мужчины у Сергея. Договоримся. Что нужно поесть, берите с собой. Мы тут... Тут абы как. Но можно и сварить, и будет это. В путь добрый. Астахов. Вот текст письма. Игнатий Тихонович, буду вам звонить сейчас. Направляю письмо со ссылками. Второй год подряд смотрю ваши видеоролики. Много душеполезного. Изучил ваши материалы относительно крещения. И хочу покреститься полным погружением. Христос воскресе. В одном из московских храмов. Не так давно в ютубе появились ролики, где человек в монашеском одеянии рассказывает много интересного и перекликающегося с тем, что можно услышать у вас в проповедях. Хотелось бы услышать вашу оценку его выступления с точки зрения Библии. Связался с ним. Так и не понял, где он служит. Говорит, что строит обитель где-то в Абрамцево, недалеко от Москвы. Предложил приехать пообщаться. Пример видел – петля сребролюбия. Крестил меня Иерей Александр Фарковец, 28.06.1991 года, в возрасте 3 лет 11 месяцев, в храме в честь иконы Божьей Матери Знамения, Переяславской слободе в Москве. Как это было, не помню. Крестик не носил до 28 лет. В храм не ходил, Библию не читал. Родители про православие ничего не рассказывали. Единственное, что мне всегда нравилось, это ходить с неверующим дедушкой освещать куличи и Пасху по поручению бабушки. Вот еще как. Нравилось, как хор поет. Приходили всегда под конец службы, только на освещение. Александр Фарковец, ныне настоятель храма Ризоположения на Донской, Москва. Это вот это, которое он там показал, там сидит. Ну, я не знаю, а как. Игнать Тихонович, подскажите, пожалуйста, можно ли креститься полным погружением у Кирилла Сахарова, который служит в церкви Николая Чудотворца на Берсеневке, в верхних садовниках православных храмов Москворецкого благощиния Московской городской епархии. Поклон вам. Игнатий Лапкин. У отца Кирилла можно, но узнать нужно на месте. Что-то там попы на него стали нападать, прояснить на месте. А с этим человеком, который называет себя отец отцом Дмитрием, не встречался. Но вы узнаете у него, признает ли он благодатность, возможность спасения Московской патриархии. И кто его рукоположил. И есть ли у него документ о его рукоположении. Думаю, что на эти вопросы ответ будет непрямой и проверить нельзя. Значит, можешь попасть в яму. Не подходи близко, яма в круговую будет. Рустам, все, просто все против меня, Игнатий Тихонович. Дорогой вы мой наставник во Христе. Вы представляете? Сегодня в магазине на меня сказали Дед Мороз. Когда я вышел, не мог остановиться от смеха. Люди, люди, как мне их жаль. Не ведают ничего совсем. Ничего не хотят знать и во мраке погибнут. У меня нет контраргументов для того, чтобы брить бороду. У меня нет аргументов для того, чтобы становиться серой, духовно мертвой массой людей в один строй. У меня нет ничего в противовес вам, Игнатий Тихонович. Поэтому вперед и только вперед. Мне некуда отступать. Слава Иисусу Христу. Повторение идет. Да. Аст. Да, узнал про него. Был сюжет, как его милиция проверяет. Судя по всему, сектант. Что мне необходимо прислать, чтобы вы удостоверились, что я могу приехать помочь вам. Думаю, будет свободные две недели в промежутке между 27 апреля по 13 мая. Игнатий Лапкин. Только в конце мая и в июне-июле. Сейчас там никого нет из наших городских. Вот так это, ехать, а в такое время не могут. Не знаю, что Михаил Кальмаев молчит. Ну, непонятно просто. Показать еще, что у нас есть. Это каждый раз надо, чтобы вы знали. Вот сегодня тут отправлять надо книги. Это Новые Заветы, симфония на жития и на неканонические книги. Вот первое, это «Мой мир». Это наша страница такая. Вот это. Большая, 21 тысяча фотографий. Это вот мой православный форум. Очень большой, 1600 тем. Ну и наш видеоканал. Вот он где. Сколько у нас подписчиков сейчас? 18 тысяч 81 подписчиков. Просмотра столько. Ну, говорят, что это неправильно. Не знаю, как проверять. Вроде кто-то что-то делает. Не знаю. И вот наш во свете Библии православный библейский сайт. И самое ценное, считай, это вот вопросы и ответы. Я их отдельно выбираю, чтобы показать. У меня здесь, наверное, даже еще и нету дети. Как раз сейчас тема о детях идет. Ну, вот такую беру одну вопрос и открываем. Вопрос 411. Нужно ли... Это было. Это было. Это я второй раз его почему-то закинул. О, это не пойдет. Где дети? Вот оно где. Теперь надо мне зайти опять сюда. И прямо отсюда тогда проповедь дети. Это какая у нас дети идет? 13-я. Вот. Вот и считаем. Вопрос 716. Второй том открытым оком. Но ведь дети у верующих будут жить среди мирян, а не под колпаком. И в школе над ребенком будут смеяться, если он не будет знать, кто такой Дед Мороз или Буратино и прочее. Он же будет учиться в школе, а не сидеть всю жизнь дома. Будет загнанный, как ягненок. Таких дети часто называют Иисусиками и Христосиками. У него может остаться душевно рано на всю жизнь и даже ненависть ко всему, что связано с верой. Это вопросы мне задавали в университетах, я вел занятия по радио. Ответ. Для нас основной непоколебимый столб призыв Христа. Марка 10.14. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Часто родители, в основном матери, жалуются, «Я кормила, поила, одевала». Да, и кормила, и поила, а другом стать не удосожилась. Когда дети были маленькие, тянулись к вам, почему вы их оттолкнули, не ответили на их вопросы. Ребятишки не отходили от вас, но вы не позаботились установить алтарь Божий в их душе. Их податливость заменилась упрямством. Гуляя с ребенком, постоянно проводите водораздел во всем, что видите, «Это с Богом, а это без Бога». Заложите в него страх Божий и любовь к Богу. Не давайте им сказок, но воспитывайте их на Библии и на житиях святых. Учите их быть живыми свидетелями Иисуса, и сверстники это оценят непременно. Любое гонение, насмешку, страдания ребенок не только должен принимать, но и молиться за гонителей вместе с вами. Это я могу подтвердить собственным опытом. Ребенок всегда должен ощущать превосходство веры над безверием. Приучайте к труду телесному и духовному, не переутомляя его, не перекармливая. Говорите ему о важности канонов церкви, о постах, о стойкости, о воздаянии. Примером для нас могут служить дети сектантов, баптистов, адвентистов и других. Они сохранили молодежь в гонину гонения, но за это заплатили тюрмами и казнями. А у православных, благочинных, дети вступали в комсомол, а сами они сотрудничали с КГБ. Если есть какие-то выдуманные герои, Мороз, Буратино, очень кратко расскажите это ребенку и подвергните о смеянии. И расскажите, что в других странах подарки дети получают от имени святителя Никола Чудотворца. Вот такое. Дальше. Вопрос 718. Второй том, открытым оком. Расскажите вкратце, что говорит Иоанн Каменский о воспитании детей. Ответ. В годы советской власти книгу Каменского избранные педагогические сочинения, свободно продававшиеся в магазинах, мы ставили по значению на первое место после Библии. Он сам все показывает в кратком виде, и его конспектировать невозможно, а нужно только переписывать. Слово вкратце означает на 250 страниц. Вся книга его испещрена ссылками на Библию, на главы, на стихи. Приобретите эту книгу и читайте вместе с детьми. Я с ним не согласен только относительно театров, а остальное принимаю. Сегодня мне трудно отделить его методы от того, что я применяю себя, настолько я сросся с ними. Я же не жду, что там Диана Каминского бац вопрос, а мне некогда подождите, я в интернет посмотрю, тогда его и не было, а то я может лет 20 назад отвечал где-то. И поэтому приходилось очень много другой литературы молотить и знать. Вопрос 719, второй том открытым оком. Наследуются ли грехи, рассчитывается ли за них потомки? Ответ Иезекииль 18 глава 19-20. Я стою за кафедрой, за кафедрой в университете. Задают вопрос, вот представьте, стоит Смирнов, Ткачев, которые сейчас есть такие известные. Ну вот он говорит, Осипов. Как он будет отвечать? Теперь смотри, вот просто сравни, как я отвечаю. Ни одного слова не сказал. Иезекииль 18 глава 19-20 стих. Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и правильно. Все уставы мои соблюдает и исполняет их. Он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем не останется. Остается. И беззаконие беззаконного при нем не остается. При нем и остается. Да, я так сказал. Исход 20 глава 5 стих. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Число 14-18. Господь долготерпелив и многомилостив и истинен, прощающий беззаконие и преступления и грехи, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Второзаконие 5-9. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов, наказывающих детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Это не надо понимать, что безусловно будет так. Это угроза Божия, призыв детей к особой бдительности, потому что яблоко от яблони недалеко падает. От пьяницы часто рождаются пьяницы, генетически предрасположенные к таланту в кавычках родителей. Но если сын живет правильно и тем более молится за покойного отца, чтобы гнев Божий не перешел на его потомках, то Бог может возвысить этого человека из дома нещетивца. Когда же грешные люди начинают преследовать потомка за происхождение и от их отцов, то это трагедия страны. Вот что об этом говорит Твардовский. Твардовский как звать величать Александр Трифонович. Сын за отца не отвечает. Пять слов по счету ровно пять. Но что они в себе вмещают? Вам молодым не вдруг обнять? Их обронил в Кремлевском зале тот, кто для всех нас был одним. Судя вершителем земным, когда народы величали на торжествах отцом родным, вам из другого поколения едва постичь до глубины тех слов коротких откровений для виноватых без вины. вас не смутить в одной анкете зловещей некогда графой, кем был до вас еще на свете, отец ваш мертвый или живой. В чаду полуночных собраний вас не мотарил тот вопрос, ведь вы отца не выбирали, ответ по-нынешнему прост. Но в те года и пятилетки кому с графой не повезло, для несмываемой отметки подстав безропот на челу. А что это означает? О чем считаешь-то? Ну, что, что, посадят и дадут тебе эту? Это означает, хода тебе никуда не будет. А у него отец раскулаченный был. с графой а графа отдельная графа стояла. Кем был отец? Умер он или не умер? А если отец был священником, шабаш, больше ты нигде не будешь. Тебе только в гулаг, при первой возможности тебя арестуют. Чтоб со стыдом и мукой жгучей носить ее закон таков, быть под рукой всегда на случай нехватки классовых врагов, готовым к пытке быть публичной и горшей горечи подчас, когда дружок твой загадычный при этом не поднимет глаз. О, годы юности немилой ее жестоких передряг, то был отец, то вдруг он враг, а мать, но сказано, два мира и ничего о матерях. И здесь куда за половодием тех лет спешил ты босиком, ты именуешься отродием, не сыном даже, а сынком. А как с той кличкой жить парнишке, как отбывать безвестный срок, ни понаслышке, ни из книжки, толкует автор этих строк. Все пережил сам. Ты здесь сынок, но ты не здешний. Какой тебе еще резон, когда родитель твой кромешный в тот самый список занесен? Еще бы ты с такой закваской мечтал вступить в запретный круг, и руку жмет тебе с опаской, друг закадышный твой, и вдруг сын за отца не отвечает, с тебя тот знак отныне снят. Счастлив сто крат не ждал, не чаял, и вдруг ни в чем не виноват. Конец твоим лихим невзгодам, держись бодрей, не прячь лица. Благодари отца народов, что он простил тебе отца. Родного с легкостью нежданной проклятие снял, как будто он ему неведомый и странный узрел и отменил закон. Да, он умел без оговорок, внезапно, как уж припечет, любой из своих просчетов ворох перенести на чей-то счет, на чье-то вражье искажение того, что возвещал завет, на чье-то головокружение от им предсказанных побед. «Сын сын отца не отвечает, аминь, и кабы не вдомек, а вдруг тот сын, а не сынок, права такие получая, и за отца отметить мог, ответить мог». Пять кратких слов, но год от года на нет сходили те слова, и звание «сын врага народа», уже при них вошло в права, и за одной чертой закона уже равняла всех судьба сын кулака или сын наркома, сын командарма или попа. Клеймо с рождения отмечала младенца вражеских кровей, и все казалось не хватало в стране клейменных сыновей. Нет, ты вовеки не гадала, в судьбе своей отчизна мать, собрать под небом Магадана своих сынов такую врать. Не знала, где всему начало, когда успела воспитать всех, что за проволокой держала за зоной той родная мать. За зоной той родная мать. Родина. Среди наших праздников и будин не всякий даже вспомнить мог, с каким уставом к смертным людям взывал их посетивший Бог. Он говорил, иди за мною, оставь отца и мать свою, все мимолетное земное оставь и будешь ты в раю. А мы кича не верим в Бога во имя собственных святынь, то жертвы требовали строго от тринь отца и мать от ринь. Забудь откуда вышел родом и осознай не прикословь в ущерб любви к отцу народов любая прочая любовь. Ясна задача дело свято с тем к высшей цели прямиком предай в пути родного брата и друга лучшего тайком и душу чувствами людскими не так чай себя щадя и лже свидетельствуй во имя и зверствуй именем вождя. Любой судьбе неблагодарен тверди одно как он велик хотя б ты крымский был татарин ингуш или друг степей калмык рукоплещи всем приговорам каких постигнуть не дано а клевещи народ с которым без знаний брошен заодно и в душном скопище исходов нет не библейских наших дней нет не библейских наших дней превознеси отца народов он сверх всего ему видней он все начало возвещает он все начало да все концы само собой сын за отца не отвечает закон что также означает отец за сына головой но все законы погасило для самого благая ночь и не ответчик он за сына ах не за сына не за дочь там у немой стены кремлевской по счастью знать не знает он какой легкой бедой отцовской покрыт его загробный сон давно отцами стали дети но за всеобщего отца мы оказались все в ответе и длится суд десятилетий и не видать еще конца но в мир 1987 год номер 3 87 91 года нет еще советская власть была вот как страшно считать про это сколько у нас время 35 минут ну если на это на сегодня